Всем привет! В сегодняшнем ролике я буду заниматься машиной. Машина Hyundai Solaris. Про такая проблема у меня возникла. Потек, задний суппорт. Немного видно, тут грязь скопилась, сырость, макро, макрит как бы он. На колесе видно сразу же, что вот они капельки брызги были, а он не начал мокреть. Но произошло это, я думаю, потому что были у нас сильные морозы, где-то около минус 37 и и видимо либо манжету вот сорвало, либо внутреннюю резинку может быть задрало, либо что не знаю, но вскрытие покажет. А пока что я снял колесо, немножко здесь первично значит очистил от большой пыли и сейчас буду ослабевать. Ослабевать буду что? Ну можно сказать все. Значит направляющие надо будет ослабить суппорта. Сами крепежные вот эти вот болты. Ручник снять. Возможно вот сразу ослабить трубку гидравлики тормозной жидкости. Итак, вот так вот значит я уже на данный момент разобрал и сейчас я расскажу очередность, что зачем я делал. Ну первым делом, когда у меня все стояло на месте, я ослабил все болты и гайки. То есть это вот болт направляющего суппорта. Их ослабил их два. Один внизу, другой. Один вверху, другой внизу. Далее ослабил сразу же патрубок тормозной жидкости, чтобы у меня был ослабленный. Далее вот этот вот тросик ручника, он здесь стоял в такой вот скобе. Сейчас я ее найду. Вот в такой вот скобе. Эту скобу отсюда я выдернул и у меня вот эта часть стала подвижная. Далее я снял пружинку. Пружина, пружина она вот в эту прорезь выходит замечательно и вытаскивается. Далее раскручиваем полностью направляющий суппорта. И суппорт у нас поддается, как бы вот сюда вот так вот становится подвижным. Далее вот на эту часть, вот на эту гайку надеваем ключик. Так, ключик у нас на 12. И вот таким движением натягиваем. Как бы натягиваем и у нас отверточкой поддевается тросик ручника. В этом положении ходит у нас свободно. Потому что суппорт у нас уже сейчас не в колодках, он не упирается. Поэтому, видите, он шевелится. И здесь можно вот так нам подать, чтобы снять тормозной тросик, это ручник. Сейчас у меня здесь вот эта часть, она ослаблена. И возможно сейчас при откручивании у меня побежит тормозная жидкость. Сейчас я приготовлю чистый пакетик и изоленту. Чтобы при откручивании можно было сразу эту часть допустим обтянуть пакетиком. И завязать, чтобы у меня там она жидкость не выбегала. И так, вот я значит снял суппорт. Здесь кончик замотал. Ну, в принципе, здесь особо и не бежало. Немножко, конечно, сочилось, но не критично. Но, тем не менее, я все равно замотал пакетиком. Изолентой сверху подмотнул, чтобы не попала никакая ни грязь, ничего. Систему, ни соринка, ничего, чтобы. Так, ну вот суппорт мы наш, значит, сняли. Сейчас у нас вот эту часть, в принципе, можно не трогать, не снимать. Но, так как у меня здесь все засрало, все в грязи, как бы вот мокрило то, что все в грязи. Ну и заодно направляющие проверить, посмотреть. Я это тоже дело все сниму и уже на истыке все это очищу, проверю. Может быть, добавлю смазки. Ну, посмотрю, в общем, в каком состоянии у меня направляющие. Итак, значит, подготовил я рабочее место. Обязательно в перчатках буду работать, чтобы не взаимодействовать с тормозной жидкостью. Более-менее я почистил наши элементы. Здесь резиночки у меня остались старые, я не стал их брать. Ну, а здесь поменяю. Значит, взял я вот эту вот манжету, которая снаружи идет. И прокладочка, которая внутри паршненькая. Вот эти резиночки, прокладочки у меня вышли где-то по 150 рублей, что ли, в среднем. Так, все, что мне нужна будет, тормозуха из покупок, значит, и смазка для направляющих суппортов и для самого суппорта. Чтобы вытащить поршень, здесь есть вот такие грани. По идее, нужен специальный ключ, которого у меня нет, чтобы его выкрутить. У меня есть вот такие вот круглозубцы, может быть ими получится. Вот пошло. Ну вот, выкручиваем, и поршень выходит. Так, ну вот здесь вот, наверное, можно снять. Сейчас бразиночку перекинуть. Вот. Ну вот и видны тут элементы вот. Ужавчины. Местами попадает Ужавчина. Вот и постараемся все почистить. Когда я сниму, я все это разберу. Вот. Так, вот у нас поршень. Так, вот это манжета. На первый взгляд манжета целая. Но все равно, раз у меня новая, буду менять. Ну, осмотреть ее стоит. Почему же бежала, чтобы выявить причину. Протечки. Небольшая часть тормозной жидкости еще выбежала. Но большую ее часть я удалил заранее. Так, сейчас. Крючиком вот на 12. За рычаг ручного тормоза. Такими движениями я покачал. Когда еще поршень у меня стоял на месте, я покачал. И у меня отсюда излишняя еще тормозная жидкость выскочила, вылилась. Поэтому сейчас при снятии поршня у меня здесь не было какого-то большого количества тормозной жидкости. Поэтому рекомендую, когда вы уже сняли его. Здесь у вас открылся клапан. Этой ручником, получается, крючком покачали. И у вас еще из цилиндра выйдет. Не так, значит. Промыл, продул. Все возможные дырочки. И сейчас будем собирать обратно. На свое место вот такая смазочка. По поводу старых резинок, каких-то недочетов я не нашел. В первый взгляд, вроде все хорошо, все ровно. Видимо, где-то какие-то микротрещины были. Либо что, поэтому пробегало. Либо, может быть, резиночки уже эти уплотнительные просто ослабли со временем. недостаточно хорошо прилегали. Поэтому происходила течь. Ну так как, наверное, новые, конечно же, поставлю новая. Внутренняя резинка. Вот старая. Ну старая, по-моему, по-моему, да, немножко приплюснуто, что ли. Поэтому... Поэтому через нее могло, конечно, и бежать. Будем ставить, пробовать. Так, ну все, ставим резинку. Угу. Все великолепно зашла. Так, вот наш поршенек. Кстати, у поршенка здесь вот есть канал. Ну его я тоже почистил. Не знаю, это, видимо, канал для того, чтобы с этой стороны как бы поршень тоже смазывался. Ну его я тоже почистил, поковырял. Он был немножко подзабит. Здесь чем-то, ну, жарчиной скорее всего, потому что тут вот края видно вот жарчинка. Коррозия пошла уже тут. В целом поршенек в хорошем состоянии. Ни царапин, ни бороздок здесь ничего нету. Нормально. Так, ну все, мы вставили резинку. Сейчас нанесем небольшое количество смазки на поршенек и будем пробовать его загонять. Получилось у меня с горем пополам надеть эту резинку. Как, значит, надо с ней справиться. Первым делом надеваем внутренний диаметр резинки на поршень. Пазы. Далее проталкиваем дальше на край поршенька. И вставляем нижнюю часть манжеты сюда вот. Совым. Вначале лучше ставить тот край. А потом уже этот край завести здесь будет удобнее с лицевой стороны. И далее направляем по резьбе аккуратненько и закручиваем. И сейчас верхняя резинка у нас встанет в паз. Вот. И все, и закручиваем. С суппортом закончили. Пока что отложим его в сторонку. Так. И займемся управляющими. Так. Идиночки. Пальцы. Так же их промажем. Все это дело смазочкой. Так. И так. Смазочки. Значит. Добнем сюда. Немножко сюда. Так. Поставим резинки. Так. И на направляющие тоже. Мазнем. Так. Все. Управляющие. Смазал. Смазал. Уставил. Ну все. В принципе. Все в этом. Здесь у меня готово. Сейчас нужно идти уже непосредственно к машине и ставить все это дело на машину на место. И так. Все. Собираем в обратном порядке. Поставил колодку вот. Поставил направляющую с колодками. Затянул. Потом. К ней уже. Поставил. Суппорт. Затянул. И сейчас. Вот этот вот. Болтик откручу. И буду. Подцеплять уже. Тормоза. Жидкость. Ну и потом уже. Подцеплю. Ручник. И остается потом мне уже. Прокачать. Наполнить. Наш суппорт. Жидкостью. И так. Сейчас. Закрутил. Шланги. Закрутил. Ручник. И все. Сейчас нам остается прокачать. Для этого нам понадобится помощник. Сейчас у меня помощника нету. Поэтому объясню на словах принцип. Так как суппорт у нас пустой. Надо в него загнать сейчас жидкость. Для этого мы. Откручиваем вот этот вот. Болтик. Но болтик откручиваем. Не совсем. А немножко приоткручиваем. И. Второй помощник нажимает. На. Педаль тормоза. Качает. И. Мы. Здесь. Ловим. Либо. Сразу. В баночку. Либо. Ловим. Тормозную жидкость. То есть. Наш. Суппорт. Должен заполниться полностью. Жидкостью. Тормозной. И. Отсюда должно побежать. После этого. Как только побежало у вас. Нужно немножко прокачать. Покачать. Снова закрутить. До тех пор. Пока. Уже не будет никаких. Никаких. Никакого воздуха. Когда уже будет идти полностью жидкость. Ну. Собственно. И все. Поменял я. Резиночки. Надеюсь. Сейчас подтеков не будет. Если у кого какие то замечания есть. Предложения. Может быть какие то вопросы. Пожалуйста. Задавайте. Пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Ну. А кому понравилось видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока пока. Это такая белая смазка. Как будто герметик. Как это сделать интересно. Хотелось бы в нее еще. Смазки немножко надавить. Совсем понятна мне как все это дело собирать. Присмазал все смазки. Субтитры сделал DimaTorzok